в этом видео мы детально познакомимся с несколькими переменными чтобы в дальнейшем на их основе построить простенькие модели и модели посложнее импортирую pandas знакомым из прошлых видео методом read excel открываем таблицу с видео и характеристиками как я получил эту таблицу рассказал в предыдущих видео если кратко то методами search videos и видео категории видео категории потребовался для того чтобы расшифровать категории которым относится каждое видео потому что исходно категории таблицы закодированы числовыми коды детальное знакомство с интересующими характеристиками или на языке от статистики с переменными возможно посредством методов описательной статистики табличных и графических чтобы применять методы описательной статистики мне потребуются пакеты рандан и matplotlib причем рандан это новый пакет разработанный именно для анализа данных в социальных и гуманитарных науках он постоянно обновляется выходят новые релизы поэтому обращаюсь к нему каждый раз желательно обновлять его посредством команды и пин стол апгрейд я буквально сегодня уже обновлял поэтому этот чанг я закомментирую следующий чан технический но я все равно поясню его базовым пакетом для работы очень многих статистических методов выступает пакет нам пай на него опирается в том числе рандан у меня возникла ошибка с применением пакета нам пай сейчас покажу его модуль нам пай бла-бла-бла-бла хэзна это переустановить его переустановить его можно командой pip an install если самом чанке не работает или работают очень долго можно открыть раздел анаконды который называется anaconda prompt и вписать туда то же самое без восклицательного знака просто ip an install нам пай и prompt спросит у вас действительно ли вы хотите удалить по-английски спросит скорее всего надо нажать клавишу y чтобы согласиться и после того как процедура выполнится снова установить команды pip install upgrade но это техническая отступление как решать такого рода проблемы а я продолжаю знакомство с интересующими меня переменными в первую очередь меня интересуют переменные про количественные характеристики видео количество просмотров лайков дизлайков и комментариев прежде чем применять описательную статистику следует определить к какому типу шкалы относится та или иная переменная в моем случае все четыре переменные измеряются в штуках количество просмотров то есть фактически количество физически совершенных действий пользователи жмут на кнопочку с большим пальцем вверх у меня есть шпаргалка чтобы сориентироваться к какому типу шкалы относится та или иная переменная в этой шпаргалке четыре ориентира надо пройтись по ним последовательно причем не обязательно по всем по обстоятельству посмотрим переменные view count могут ли быть упорядочены категории переменной по своей сути что значит категории переменной вот скажем одно видео имеет ноль просмотров другое видео имеет один просмотр следующее видео имеет еще тоже один просмотр следующее видео имеет два просмотра и так далее сколько просмотров и то есть категории данной переменной можно ли видео упорядочить у этой переменной конечно условно слева расположится видео, у которых меньше просмотров, а справа – видео, у которых больше просмотров. Значит, на этот вопрос следует ответить «да». Поэтому viewCount – это не номинальная переменная. Теперь вопрос – это порядковая или интервальная переменная. Смотрим ниже, как написано здесь. Используется ли в переменной единицы измерения? Да. Это количество действий, то есть самих просмотров. Соответствует ли расстояние между категориями переменной расстояние между кодами? В моем случае нет никаких кодов. Сами числа отвечают на вопрос «сколько просмотров?». Число 2 – значит 2 просмотра. Число 100 – значит 100 просмотров. То есть единицы измерения есть, кодов нет. Читаю, что написано в этой ячейке. Не подходит. Читаю, что написано в этой ячейке. Подходит. Признаю переменную интервальной или, другими словами, переменной типа scale. То есть в этой ячейке я уже определился, что переменные scale – значит дальше можно не смотреть. Потому что следующие ориентиры, третий и четвертый, относятся к случаю, когда у переменной нет единицы измерения. А у переменной viewcount единица измерения есть. Таким образом, на основании первых двух ориентиров, видя, что выполняются условия из этих двух ячейк, я признал переменную viewcount, интервальной или, другими словами, типа scale. Точно таким же образом я рассматриваю переменные likecount, dislikecount и commentcount и прихожу к таким же выводам. Эти переменные – интервальные или scale. Вообще они количественные, строго говоря. Но в вопросе применения методов описательной статистики разницы количественная, интервальная, scale не будет. Это примерно одно и то же в вопросе применения описательной статистики. Импортирую релевантный класс методов из пакета rundown и пакет matplotlib. Посмотрите, можно импортировать весь пакет rundown descriptive statistics, и это не будет ошибкой. А можно, как в моем случае, импортировать только группу методов из этого пакета. Это группа методов, которые формируют класс scale statistics. Можно делать и так, и так. Я сделал так. А альтернатива сделать вот так. Но если сделать вот так, то дальше обращаться надо будет именно по полному адресу. Сначала указывать название пакета и потом название класса при использовании методов из этого класса. Если же сделать, как сделал я, то дальше можно непосредственно обращаться к этому классу. Что я и делаю в следующем чанке. Обращаюсь непосредственно к классу scale statistics. Можете попробовать оба варианта. Еще такой вопрос. А как узнать, что писать здесь? Scale statistics. Или может быть skills statistics. Или может быть descriptive statistics. Как узнать? Допустим, я не знаю. Что я могу сделать? Я могу пойти на страницу пакета rundown. А можно даже не ходить. На страницу пакета. Поскольку я работаю в Jupyter Notebook. Jupyter мне поможет. Я могу после импорт нажать tab. И здесь будут подсказки. Здесь nominal statistics, ordinal statistics. О, skill statistics. Скорее всего, это то, что мне нужно. Нажимая кнопку tab в Jupyter Notebook, можно получать очень полезные подсказки. Также я импортирую пакет matplotlib. Я не любитель писать короткие названия. Потому что все равно при помощи tab можно везде быстро, не печатая самому, выводить длинные названия. Тогда зачем короткие? Но в данном случае все-таки слишком длинные названия у matplotlib. matplotlib.pyplot. Поэтому я его импортирую с коротким названием. Убираю чанк, зажав escape и x. Продолжаю. В этом чанке я обращаюсь к импортированному классу методов scale statistics. Здесь описаны, какие у него могут быть аргументы. Есть обязательный аргумент. Это data frame с данными для анализа. Второй обязательный аргумент. Это список интересующих переменных. В моем случае четыре переменные. Есть опциональные аргументы. В частности, проверка распределения каждой из этих переменных на нормальность. Вот первый аргумент. Вот второй аргумент. И вот третий аргумент. Они разделены запятыми. Между первым и вторым аргументом. И между вторым и третьим аргументом. А вот эти запятые, это запятые внутри списка. Список, весь список. Это второй аргумент. Результаты применения методов из scale statistics я записываю в объект. И назвал его SS, потому что scale statistics. Можно по-другому назвать. Вот выдача работы методов scale statistics. Четыре переменные. И всякие статистики. Сейчас проинтерпретирую. Количество наблюдений по каждой переменной. То есть видно, например, что комментарии есть не у всех переменных. Количество просмотров есть у всех переменных. Мода. Наиболее часто встречающиеся значения. Чаще всего встречаются видео с количеством просмотров 14. С количеством лайков 1. С количеством дизлайков 0. И количеством комментариев 0. Медиана. Это такое значение, которое стоит посередине упорядоченного ряда. Что это значит? Если все видео упорядочить, например, по количеству их просмотров, от минимума до максимума расположить. Минимум 0, максимум 779 тысяч. Вот всех расположить по порядку. То посерединке этого ряда будут стоять видео, просмотренные 141 раз. Среднее арифметическое. Это статистика всем интуитивно понятна. Причем, заметьте, какая разница. Медиана 141, а среднее арифметическое 2429. К этому вопросу я еще вернусь. Как соотносятся медиана и средняя? Первый квартиль. Первый квартиль похож на медиану. Только это не середина упорядоченного ряда, а значение, которое делит упорядоченный ряд, на две части, слева 25%, справа 75%. То есть, если расположить все видео в порядке увеличения их просмотров, отсчитать слева 25% этих видео, то мы найдем видео, которое просмотрено 48 раз. Третий квартиль. То же самое, как первый квартиль, только с другой стороны. Берем упорядоченный ряд видео, отсчитываем слева 75% и находим видео, которое просмотрели 397 раз. Интекватайл рейндж. Межквартильный диапазон. Является разницей между этим числом и этим числом. 397 и 25 минус 48. Чуть ниже, на графике, я вернусь к вопросу, что такое интеркватайл рейндж и зачем он нужен. Все эти показатели, мода, медиана, средняя и в какой-то мере квартире нужны для того, чтобы репрезентировать всю совокупность каким-то одним числом. Что это значит? Например, если кто-то спросит меня, что я могу сказать про всю совокупность со скрепиных из YouTube видео с точки зрения количества их просмотров. Что я могу сказать? Могу сказать, что всю совокупность репрезентируют видео, просмотренные 141 раз. То есть, в ответе на этот вопрос я выбрал в качестве репрезентирующего значения медиану. Хотя мог бы выбрать и среднюю, но счел, что в данном случае лучше выбрать медиану. Я объясню чуть позже, почему так. А дальше меня спросят, а насколько можно действительно доверять этому репрезентирующему значению. Ведь все-таки видео очень разные с точки зрения количества просмотров. Чтобы ответить, на сколько можно доверять, надо как раз оценить неоднородность совокупности. и для этого служат Interquotile Range и нормированный Interquotile Range. Нормированный Interquotile Range изменяется от нуля до единицы или можно перевести в проценты от нуля до 100%. Ноль значит неоднородности нет. Единица или 100% значит неоднородность максимальна. В данном случае по всем видео неоднородность почти отсутствует. Минимальное значение, максимальное значение. То есть видите, какие-то видео никто не посмотрел. Грустно. Разница между максимум и минимум это Range. Стандартное отклонение и дисперсия это тоже показатели неоднородности. Изменяются от нуля до плюс бесконечности. Чем выше стандартное отклонение и дисперсия, тем неоднородность выше. К сожалению, у них нет верхней границы. нельзя сказать, неоднородность 100% или неоднородность 90% на основании стандартного отклонения и на основании дисперсии. В этом их неудобство. А вот на основании Decoder Range можно сказать, что неоднородность в данном случае минимальна, потому что около нуля. и еще два коэффициента неоднородности, которые, впрочем, плохо работают для переменных, у которых очень много значений. Все четыре изучаемые переменные имеют очень много значений, поэтому для них плохо работают эти коэффициенты. Эти коэффициенты лучше работают для категориальных переменных, а не количественных. и чуть ниже я вернусь к этим коэффициентам, там, где они будут более уместны. Следующая табличка показывает, насколько близки распределения изучаемых переменок к нормальному. Здесь используется критерий Калмогорова-Смирнова, два автора этого критерия, чтобы понять, о чем говорят значения в таблице, смотрим на столбик P-value. Все значения как будто нулевые, но нет, на самом деле это не совсем нули, там дальше, после запятой, где-то есть значащие цифры, но в любом случае да, это очень маленькие значения. В чем смысл? Критерий Калмогорова-Смирнова это статистический метод, статистический критерий, как он работает. Подвигается нулевая гипотеза о том, что разница между, например, распределением просмотра в видео и эталонным нормальным распределением отсутствует, то есть равна нулю. Это нулевая гипотеза. Дальше при помощи специальной формулы эта разница считается в реальности. В моем случае эта разница не нулевая, то есть есть разница между распределением количества просмотра в видео и эталонным нормальным распределением. И дальше фактически оценивается, насколько мы можем доверять этой разнице, как это работает. если мы хотим быть уверенными на 95%, то мы задаем пороговые значения для пи-вэлью 5 сотых. То есть 95% и 5 сотых. 1 минус 0 95. 5 сотых. Если пи-вэлью меньше 5 сотых, а оно меньше, значит действительно мы можем доверять этой разнице. значит действительно есть разница между распределением количества просмотров и эталонным нормальным распределением. Кстати, что такое эталонное нормальное распределение? Загуглим. Нормальное распределение. Можно в Википедии почитать, можно картинки посмотреть. Распределение похожее на колокол симметричное относительно центра. Вот центр и влево и вправо график располагается симметрично. Нормальный гауссово, потому что придумал его гаусс. Распределение. А какое же распределение реально у переменной viewcount? Я сначала покажу его. Вот оно. вообще не похоже. Есть очень много видео с очень маленьким количеством просмотров. И где-то здесь, очень близко к оси X встречаются видео с большим количеством просмотров. Ну вот, например, то видео, которое дает нам Макс. Оно располагается где-то здесь. Но оно скорее всего вообще одно. в совокупности. То есть, вот здесь столбик должен быть, который настолько низкий, что его не видно. И здесь тоже встречаются видео с тремя стами тысячами просмотров. С четырьмя стами. Они встречаются, но их очень мало. И гораздо меньше, чем видео с просмотрами в диапазоне от нуля до примерно 80 тысяч. Вот таких видео их очень много. Всех остальных видео очень мало, поэтому они не видны. Это распределение вообще не похоже нормально. Вот нормальное было бы какое-то такое. А как получить гистограмму встает вопрос. Потому что согласитесь, табличка это хорошо, но посмотреть на гистограмму бывает полезно. Здесь может быть не очень показательная гистограмма, хотя она показательная в том плане, что точно ненормальная. Так вот, построим гистограмму. Обращаемся к пакету matplotlib. Я его уже импортировал выше под именем plt. Метод figure. В этом методе можно задать размер графика. Если его не задавать, он будет маленький. Если больше числа поставить, то график станет больше. например, вот так я сделаю, смотрите, что получится. Я растянул график. Дальше я применяю метод ist, инстаграмма. Аргументом метода ist выступает столбик с данными, причем очищенный от пропусков. Этот метод dropna позволяет избавиться от пропусков. Насколько я помню, в переменной viewcount нет пропусков, но в остальных переменных есть пропуски, потому что есть видео, по которым нет информации о лайках, дизлайках и комментариях. И чтобы применение пакета matplotlib не выдавало предупреждение, надо избавиться от пропусков. Я избавляюсь. Таким образом, вот аргумент метода ist, в котором содержатся данные для построения графика. И второй аргумент цвет метод title для того, чтобы задать название графика. И методы xlabel ylabel для того, чтобы задать название оси x и оси y. И вот точка запятой, чтобы не выводилась техническая информация, должна быть в конце вот так. Она теперь не будет выводиться. вот график. Этот график называется гистограмма. Столбики это гистограмма. Но есть и второй очень полезный график. Это boxplot. По-русски переводится как ящик с усами. Все то же самое. Обращаемся к matplotlibu, методу figure, размер задаем. и вместо хист использую метод boxplot. Точка boxplot скобочки. Причем, смотрите, я мог бы сюда снова поместить data скобочка название столбца dropNA, но я решил оптимизировать, сделать более универсальным. я в отдельную переменную записал название столбца, который анализирую. Теперь я здесь обратился к объекту var, куда я записал название столбца. В заголовке графика я снова использую объект var. Я использую конструкцию с буквой f, текстовый объект с буквой f спереди позволяет делать вставки. Вот она вставка. В этой вставке я обращаюсь к объекту var, причем я его делю на две части методом split, делю по точке, вот точка, я по ней делю этот объект на две части, и беру вторую часть, потому что индекс 1, если бы здесь был индекс 0, я взял бы первую часть, но мне это нужно вторая часть, где написано viewcount, вот ее я и беру, и она располагается в заголовке. То же самое я делаю для оси Y, и она располагается на оси Y. Boxplot, ящик с усами, но никакого ящика здесь нет, почему? Видео с просмотрами в районе нуля так много, что они все здесь концентрируются вот в этой горизонтальной линии, то есть весь ящик, который вот такой мог бы быть, он сжался до просто горизонтальной линии. И вот встречаются еще одиночные видео, которые имеют очень много просмотров. Вот максимум 780 тысяч примерно просмотров, вот 300 тысяч, вот 200 тысяч, вот 100 тысяч, здесь уже много видео, но большая часть видео все равно вот здесь. И в этом диапазоне фактически от нуля до нуля, ну, если округлять, сосредоточено больше 50% видео. Как я это узнал? Боксплот, он как раз строится на основе первого и третьего квартирей. возвращаюсь к табличке со статистикой. Первой квартире 48, второй квартире 397. Интер квотар ренч, это и есть высота бокса. То есть высота бокса на самом деле 349. Но поскольку масштаб здесь не позволяет увидеть реально высоту бокса, очень маленький этот бокс в высоту. Поэтому визуально он сжался. Если сделать очень высокий график, давайте попробуем сделать очень высокий график, может быть получится увидеть высоту этого бокса. Ну вот уже потихонечку начинает увеличиваться. Можно еще попробую сделать 600. вот он бокс смотрите. А вот это красноватая линия медиана. Итак, это первый квартир, то есть 25%. Все, что вот здесь ниже первого квартира это те видео, которые имеют количество просмотров меньше 48. в самом боксе находятся видео, которые имеют просмотры от 48 до 397. Вот до 397. И дальше идут оставшиеся видео, которые имеют гораздо больше просмотров. В разы, десятки раз и даже тысячи раз больше количества просмотров. Вот это медиана. Она репрезентирует, на мой взгляд, всю совокупность. Почему не средняя? Как раз потому, что очень смещенное распределение. Большинство видео попадает в нижнюю часть бокса. А если на гистограмме, то большинство видео попадает в левую часть бокса. В левую часть гистограммы. очень смещены видео в сторону низких значений. В такой ситуации репрезентировать лучше будет медиана, чем средняя. Может быть, не сильно лучше, но лучше. Вот смотрите, медиана 141, средняя 2429. Ну, явно у нас видео малопросматриваемые, поэтому, конечно, медиана лучше репрезентирует. Еще я обещал рассказать подробнее про нормированный Interquotile Range. посмотрим еще раз на бокс. Вот высота бокса это просто Interquotile Range. Высота бокса может меняться от 0 до плюс бесконечности. а хочется ориентироваться на коэффициент, который меняется от 0 до 100%. Как это сделать? Очень просто. Поделить Interquotile Range на весь Range. Как тогда это интерпретировать? Сейчас покажу. Это другие данные и таблички и графики взяты из SPSS, но главное, чтобы вы поняли суть. Вот гистограмма, вот бокс. Смотрите, какой растянутый бокс. Бокс растянулся на весь диапазон. То есть переменная меняется от 1 до 5. У нее всего 5 значений. От 1 до 5. И бокс растянулся на весь этот диапазон от 5 до 1. От 5 до 1. То есть весь диапазон равен 4. 5 минус 1. И Интеквот Тайл Ренч тоже равен 4. Делю эту четверку. На эту четверку получаю 100%. То есть сейчас я вам показал ситуацию, когда неоднородность близка к максимальной. Это вообще не наш случай. У нас бокс реальный малюсенький. То есть наш случай близок к вот этой ситуации. Тоже один столбец доминирует. Только в нашей ситуации он слева, а в этой ситуации он по центру. Но все равно доминирующий столбец один. И бокс сжался до горизонтальной линии. Чтобы увидеть бокс, приходится растягивать графику очень высоко. Вот в этой ситуации Integ Quote Range равен нулю. Range те же самые 4. 0 разделить на 4 0 процентов. Как раз как в нашей ситуации. Как в нашей ситуации. Integ Quote Range равен нулю. 0 процентов. А вот средней ситуации ситуации со средней неоднородностью. Бокс растянулся на две категории. От второй до четвертой. 4 минус 2 равно 2. Вот он. Integ Quote Range равен 2. Весь Range все те же самые 4. 2 разделить на 4 50 процентов. Неоднородность в районе 50 процентов. Таким образом, можно сказать, что переменные ViewCount очень однородно. Подавляющее большинство видео имеет мало просмотров и репрезентирует их видео, имеющие 141 просмотр. это резюме описательной статистики по перемене ViewCount. Давайте посмотрим на эти видео, которые лучше всего репрезентируют всю совокупность с точки зрения количества просмотров. Можно обратиться к Excel и отсортировать или отфильтровать. Но я останусь в Python и сделаю это в Python посредством индексирования DataFrame.